Всем бобра дорогие друзья, с вами Винди и Скотт выложил обновление на своем сайте FNAF World. Многие спрашивали меня, почему я не прохожу FNAF World у себя на канале, хотя я обещал. Причина была в том, что я знал, что скоро выйдет обновление, в котором будет новый сюжет и новые персонажи. Поэтому перепроходить игру по много раз я не считал нужным. И вот, наконец, я могу рассказать, какие персонажи будут в новой игре. Давай внимательно посмотрим на новый тизер. Но, во-первых, это, конечно же, фиолетовый парень, который спрятался слева. Обрати внимание, что он выглядит двухмерным. Не трехмерным, как все остальные персонажи, а двухмерным, как в обычной мини-игре. Возможно, мы сможем за него поиграть, но возможно, что он будет вписан в сюжет игры. В любом случае, появление этого злостного проказника меня радует. А вас? Напишите в комментариях. Следующие новички это кошмарные аниматроники, которые были в хэллоуинской версии FNAF. Это хэллоуинский Бонни и хэллоуинская Чика. У них даже можно видеть свечение из головы, что выглядит очень здорово. Еще у нас появилась хэллоуинская кошмарная марионетка, которой ну очень не хватало в этой игре, потому что она просто шикарная. Ну посмотри на нее. Блин, я фанатею с марионетки, я не знаю. Еще есть хэллоуинская версия Балумбоя. Правда, что странно, она никак не изменилась относительно той, что была в игре. Она выглядит абсолютно идентично, и я не уверен, что насчет этого думать. Дело в том, что кошмарный Балумбой это очень странный персонаж. И Скотт давал нам на это много намеков. Но об этом, я думаю, мы поговорим в другом видео. Сейчас не время и не место. Правда, я здесь не вижу хэллоуинской мангл. Зато, я здесь вижу двух секретных аниматроников. Первый секретный аниматроник это Кофеварочка. Этот персонаж из другой игры Скотта, The Desolate Hope. А будет ли он секретным персонажем, или он будет еще одним боссом? Я не уверен. Ну и также, среди других аниматроников спрятался маленький-маленький персонаж из Chipper and Sons Hope. Всеми нами любимый Бобер. И из-за него мы также сможем поиграть. Вон, видишь, он выглядывает. Маленький глазик видно между хэллоуинским Бонни и Спринг Бонни. Это также секретный персонаж, который, возможно, откроется после того, как мы победим его в игре. В связи с тем, что здесь появились новые персонажи, я делаю вывод, что Скотт также добавит и новый сюжет. Фиолетовый парень также будет в нем представлен. Что лично меня, повторюсь, очень радует. Потому что его не хватало во всей истории. Как-никак, во Фнеф он был одним из главных действующих лиц. А во Фнеф Город он почему-то внезапно пропал. История казалась неполной. И я очень надеюсь, что Скотт поправит это досадное упущение в этом обновлении. Ну а вы напишите в комментариях, какой из аниматроников ваш любимый. Это будет очень интересно почитать. Ну а на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи. Интересно, кто-нибудь досмотрел до этого момента? Напишите в комментариях хэштег я, если ты все же досюда досмотрел. Я думаю, я в видео буду оставлять маленькие пасхалочки. А то еще Марвелу можно, а мне нельзя. Фу. Субтитры сделал DimaTorzok